Понятие шахады и положение шахидов. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге «Ва шухадаю инду раббихим лехум аджурухум ванурухум» «Опавшие мученики находятся возле своего Господа, и ему готовы их награды и их свет» Сура железа, аят 19 «Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого несет товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня». А затем Всевышний Аллах избрал определенных рабов и наделил их шахадой, мученичеством. В священном Коране говорится «Чтобы Аллах узнал у веровавших и избрал среди вас павших мучеников» Сура семейства Имрана, аят 140 Причем понятие шахады многозначно, а шахиды, мученики, так называются, «Ибо всемогущие Аллах и его ангелы засвидетельствовали, что шахиды попадут в рай, где будут живы и получат удел у своего Господа. Ему готово на блаженство. Могущественный Аллах непременно выполнит правдивое обещание, которое им дал». Понятие шахады «Включать в себя и другие добрые смысли, которые оказывают такому слову полноценную честь и демонстрируют положение шахидов у своего Господа». Сура Мухаммад, аяты 4-5-6 «Нет ничего, что может внушать человеку надежду на милость Аллаха больше, чем защита Родины и самопожертвование ради нее. Такой человек стремится принять шахаду, что никогда не окажется безуспешной сделкой с Аллахом Всевышним, который говорит «Инна Аллах аштара минал му'менина амфусяхуму аммуа лахум би анна лахуму лджанна». «Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай». Сура Покаяния, аят 111 «Между тем, шахады на пути Всевышнего Аллаха имеют некоторые разновидности, самой великой из которых является смерть в борьбе против врагов за защиту Родины и ради довольства Аллаха». Пророк Мухаммад, мир ему благословен и Аллаха, поведал «Нет ничего такого, что Аллах Всемогущий любил бы больше двух капель и двух следов». Что касается капель, то это слеза, пролитая от страха перед Аллахом, и капля крови, пролитая на пути Аллаха Всевышнего. Что же касается двух следов, то это след на пути Аллаха Всевышнего и след, остающийся на теле после выполнения чего-либо предписанного Аллахом Всевышним. Другие разновидности шахады не меньше, чем первая. Так, шахидами является каждый, кто погиб, укрепляя отечественный потенциал, стремясь обеспечивать подъем Родины, проявляя преданность к своей работе, стараясь выполнить свои обязанности надлежащим образом, такой как полицейский, который охраняет места отправления культа, тот, кто защищает приезжающих в нашу страну туристов, тот, кто защищает и сохраняет достопримечательности, должностное лицо, кто стремится поддерживать общественное имущество и другие. Кроме того, становится шахидом любой погибший при защите своей или чужой жизни, чести или собственности. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто был убит, защищая свое имущество, тот шахид. Кто был убит, защищая свою кровь, тот шахид. Кто был убит, защищая свою религию, тот шахид. Кто был убит, защищая свою семью, тот шахид. Тем самым посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также сказал, для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Поскольку шахада является даром и благодатью от всемогущего Аллаха наилучшим после пророков и посланников рабам, шахады займут в день воскресения наилучшее положение. К плодам шахады относятся следующие факты. Во-первых, шахиды не чувствуют смерть и ее тяжесть. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, поведал, что касается страданий в момент гибели, то шахид ощутит лишь то, что ощущает любой из вас от укуса. Во-вторых, шахиды избавлены от наказания и испытания в могиле. Передается, что один человек сказал у посланника Аллаха, почему все люди будут испытаны в могилах, кроме шахида. На что он, да благословите его Аллах и приветствует, ответил, хватит ему испытания, сверкания мечей над его головой. В-третьих, их праведные дела никогда не завершаются. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, поведал, ставится печат на дело каждого умершего, кроме выставивающего на страже на пути Аллаха, ибо поистине его дела будут расти до самого дня воскресения, и он будет обезопасен от искушения могилей. В-четвертых, шахид получит большую награду и великое вознаграждение. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха, говорится, Аллах отмечает павшего мученика шестью почестями. С первой каплей крови ему будут и прощены грехи, и он увидит свое место в раю. Он будет защищен от наказания в могиле и избавлен от величайшего ужаса. Его украшают одеянием верующих, и жениться он на Хурулейн, райской гури, и ему будет позволено заступиться за 70 родственников. В-пятых, кровь из рани шахида запахнет мускусом в судний день. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, Клянусь тем, в чьей длани душа моя, любой человек, получивший ранение на пути Аллаха, и Аллах уже лучше знать того, кто получает ранение на его пути, обязательно явится в день воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет иметь цвет крови, а аромат ее будет ароматом мускуса. Вот что я хотел бы и сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником, и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. У мои братья в исламе, поистине, наши безгрешные шахиды увековечены в памяти народа как образцы для подражания и примеры самоотверженности, мужественности, отважности и чести. Аллах Святу Невелик даровал им настоящую бесподобную вечную жизнь. В следующем году мы говорим, Тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и лекуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут обчалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. Сура Семейства Имрана Их души в зубах зеленых птиц летают по раю, как пожелают, а потом находят приют на люстрах, прикрепленных к трону. Твой Господь взглянет на них и говорит, чего вы желаете? Ты отвечаешь, а Господь, о наш Господь, чего еще нам желать? Ты даровал нам то, что не даровал никому из твоих творений. Затем Он повторит вопрос, когда же они понимают, что их не оставят, без того, чтобы они не ответили. Они скажут, мы хотим вернуться в мирскую обитель и сражаться на твоем пути, пока не погибнем еще раз из-за награды за мученичества. Когда Он увидел, что у них нет больше никакого желания, Он оставил их. Тем временем, кто искренне просит Всевышнего Аллаха о возможности умереть шахидом, того Аллах возвысит до положения шахидов. В хадисе пророка, мир ему благословение Аллаха, говорится, того, кто обратится ко Всевышному Аллаху с искренней просьбой, дать ему возможность умереть шахидом, Аллах возвысит до положения шахида, даже если он умрет в своей постели. Итак, поздравляем тех, кого Аллах всемогущий избрал для шахады и почти несравненным сопровождением пророков, правдивых мужей и праведников. Аллах, слава Ему и величие, говорит, «Ты, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими, мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах». Также прекрасны эти спутники с уроженщиной, аят 69. «О Аллах, помилуй наших шахидов, защитуй наш Египет и все страны мира».